Здравствуйте, друзья! Перед вами София. София – это наш директор of Education в Портнов Computer School. Но на самом деле, главная функция Софии, которую все знают, и которую она героически выполняет, это распихивать студентов по практикам, по компаниям. И знаете, что я хотел спросить? В чем специфика момента вот сейчас? То есть я знаю, что бывают времена, когда очень трудно с компаниями разговаривать. Бывают времена, когда они на нас наваливаются и по 10 интервью в неделю. Вот сейчас что происходит? Ну, сейчас специфика момента состоит в том, что компании все-таки хотят видеть более подготовленных людей. Поэтому очень важно, чтобы студенты, ну, первое, могли пройти интервью, чтобы они понимали, что такое методология тестирования. И, конечно, если они хоть немного могут разбираться в коде, и у них есть потенциал, то есть чтобы расти, и они могут это показать на интервью. Потенциал. Потенциал, да. Это огромный плюс, потому что компании, многие, когда берут студентов, они все-таки хотят оставить их на работу, если у них есть потенциал. И знание программирования не настоящего, но хотя бы introduction, понимание кода, я не говорю писать его фреймворк с нуля, но войти в код и что-то поменять со знанием дела – это очень-очень важно. И, конечно же, это не умаляет того, как многие считают, что вот я выучу automation и найду работу. Если ты не понимаешь методологию тестирования, и ты не можешь написать человеческий баг-репорт или тест-кейс, очень многие компании сейчас, когда зовут людей на интервью, они открывают любую страницу, любую сайт и просят найти баги. И от того, насколько ты их найдешь и как ты грамотно напишешь баг-репорты, зависит, возьмут тебя на работу или нет. Ну, да. То есть они хотят видеть, что человек в состоянии в практическом плане выполнять какую-то полезную работу. Да, что он принесет пользу. Они не хотят, может быть, видеть это сегодня, но они хотят, чтобы видеть, что у человека есть потенциал, и что он рвется, что он будет стараться действительно приносить пользу. Ну, хорошо. А вот с точки зрения того, что сейчас усугубляется интерес компании к тому, чтобы люди немножко понимали азы программирования. Я помню время, когда я начинал, это было там 25 лет назад, 6, все требовали C++. При том, что тестирование было ручное, но приходилось писать в резюме C++, я даже курсы взял для этого дела. Потом я уже работал тогда, и у меня на глазах возникла Java. Все требовали 5 лет Java, когда ей там всего было полгода. Все требовали 5 лет. Сейчас вот смотришь там во всех объявлениях, даже на ручную позицию, где там платят, я не знаю, 25 долларов, они все равно говорят, вот там дайте нам, я не знаю что, Python, Java, автоматизированное тестирование, фреймворки, то есть то, за что платят не 25, а, скажем, 75. Но вот в практическом плане все-таки, как сказать, чего нереально, что бы их реально устроило? Вот человек, допустим, может пойти бесплатно или там за десятку, взять курс там на юдами, да, или там, я не знаю, книжку почитать какую-то раз в сети колледжи или где-то взять там основы там чего-нибудь. Этого будет достаточно? Я не думаю, что этого будет достаточно. Конечно, это очень индивидуально, и это зависит от человека. Есть люди, у нас есть несколько ребят, которые, может быть, сделали себя сами. Они по полгода сидели до двух-трех часов ночи и изучали Java. Но это тоже не дало им возможности вырваться и пойти на automation без интерншипа. Но в основном, конечно, грамотные менеджеры, когда там они говорят основы программирования, и когда я говорю, какой язык вам важен, они говорят, нам все равно. Главное, чтобы человек понимал, потому что если он знает один язык и у него есть какая-то основа, он всегда подберет любой другой. Поэтому, ну, конечно, на сегодняшний день больше всего спрашивают Java. Такой вопрос. Насколько сказывается на интересе к человеку то, какое у него образование? Я понимаю, что вы сейчас не про job market говорите, вы говорите про компании, которые приходят за практикантами. Да. Насколько они интересуются тем, чтобы образование было таким околокомпьютерным? Следующий уровень, ну, хотя бы каким-то инженерным, пусть там инженер-механик, например, или там металлург какой-нибудь. Или третий уровень, ну, как бы совсем не технический. Конечно, но это все зависит от компании и какой у них аппликейшн. Например, компаний сейчас их очень-очень много, которые social media. То есть им, наоборот, они очень любят людей разносторонних, с разными образованиями. Если, конечно, серьезная техническая аппликейшн, они хотели бы компьютер-сайенс, инженерное образование. Но главное, чтобы человек мог думать, чтобы у него была логика. По крайней мере, если человек на интерншипе, мне кажется, и он проявляет какой-то большой потенциал, это уже не настолько важно. Они смотрят на человека. Вот единственное, что очень важно, когда ты на интерншипе, у тебя открыты двери. Ты можешь взять все, что ты хочешь, и у тебя есть, конечно, возможность после этого либо расти, но продать себя ты обязательно сможешь, если ты действительно трудишься, и ты проявляешь интерес к тому, что ты делаешь. Ну, я-то на самом деле, поскольку иногда провожу интервью с теми, кто приходит с интерншипа, вот этот вот Job Market Clearance, я вижу, что многие люди пошли на интерншип и не принесли оттуда ничего. Да, и это очень тратично. То есть они не использовали возможность. То есть у них было ощущение, что они должны были сидеть, а кто-то должен был прийти их научить. Научить и сидеть около них, и бебиситать. Мы их отправляем на интерншип для чего? Для того, чтобы они научились работать, чтобы когда они пришли в компанию, чтобы у них не было шока и стресса, чтобы они могли все-таки показать, что они в состоянии самостоятельно выполнять работу. И многие такие в состоянии? Да, и многие после этого делают великолепную работу. И особенно приятно, когда проходит год, два, три, и эти же люди приходят и интервьюируют. А иногда через три месяца приходят? Да, бывает и такое. У нас есть даже примеры, которые люди, которые работали у нас просто в школе, и которые через год пришли и интервьюируют, и стали лидами. Но это люди, которые были очень с большим потенциалом и трудоспособны. Работали в школе, что значит? Ну, работали просто как офисные работники, которые сегодня стали лидами и работают, не имея никакого образования. Но это все зависит от человека. Вот сегодня к нам пришел парень один, он приехал из Техаса, и он с женой и с ребенком. И это был мальчик, который четыре года назад приехал сюда без всякого образования. Нет, но он музыкант. Нет, да, но я хочу сказать, что, как он сегодня даже сказал, что, его жена сказала, что у него практически в школе не было. Он учился в специальной музыкальной школе, математику там, в общем-то, даже не изучали. Но что он занимался здесь день и ночь. Он приходил в 9 утра, уходил в 11 ночи. И через 4 года он сдал, не то что, ну, конечно, он, наверное, исключение, он сдал на Oracle Developer экзамен. Он и работает программой? Он и работает, да. Но он действительно очень сильно трудился. И, конечно, как любит говорить Портнов, foot in the door – это то, что мы обещаем. Ногу в дверь засунуть. Да, ногу засунуть в дверь, это мы в состоянии дать каждому. И ему 37 лет, кстати, сейчас. Кто пришел к нам в школу. То есть он пришел, он тоже уже был не мальчиком. Хорошо. Кстати, давайте, может быть, такой вопрос. Человек, который хочет на нас учиться, он планирует. Он, может быть, выиграл, вот сейчас грин-карт-лотерею. Или он там в каком-то штате пока, но он планирует через 3 месяца, 6, 8, 10 к нам попасть и так далее. Что человек может сделать сегодня, чтобы по максимуму подготовиться, чтобы вот у нас ему легче было, и чтобы нам с ним было легче куда-нибудь его там отправить в компанию? Что бы такое вы хотели видеть на входе от человека? Что он может быть делать? Конечно, хотелось бы видеть, чтобы у него был английский язык, чтобы он мог пройти интервью. Да, ну, это само собой. Это первое. Второе, чтобы он приехал с желанием действительно начать все с нуля и забыть про жизнь на 3 месяца. То есть врубиться на всю катушку. Врубиться на всю катушку, не ждать никакой маны небесной, а заниматься, заниматься и заниматься. И быть хорошим юзером компьютера, чтобы пользоваться. Да, быть хорошим пользователем. То есть не бояться компьютера, исследовать инструкциям учителей. Ну, то есть вы не говорите, пойди возьми курсы по программированию. Нет, ну если человек совершенно ничего не знает, его это может просто даже испугать. Но если человек, конечно, продвинутый, то это совсем неплохо. Ну, хорошо, ладно. А вот именно программирование или, например, что-то такое, там, типа, как верстка страницы, там, HTML, CSS, вот что-нибудь такое? Миш, ну ничего не бывает лишним. Чем больше ты возьмешь, чего бы ты ни брал, каких-то основ, тебе просто будет, значит, налегче, и ты сможешь легче понять все, что мы учим. Это первое. И второе, ты все-таки, тебе будет легче даваться automation, потому что у тебя будут какие-то базовые знания. Я бы сказал, что с точки зрения именно автоматизации, очень-очень важно понимать разметку страницы. То есть, скажем... Вы даже лучше знаете, наверное, чем я. Ну, потому что я вижу, что в это упирается очень многое. То есть, конечно, кодировать тоже надо. Но можно делать простенькие вещи, где кодирование, там, какое-то совсем примитивное, но разметка страниц должна быть очень хорошо понимаема. Поэтому я бы на первое место, как более простой навык и более востребованный, поставил бы разметку страницы для автоматизации. А потом уже, конечно, язык. И я думаю, что у нас некоторый прорыв сейчас произошел в автоматизации, вот с тем классом, который Слава ведет. Он все-таки довольно такой экстенсивный, там 80 часов. И он начал с нуля. Я весь класс просидел с камерой, я вот так же, как вот с этой самой камерой, что я сейчас использую, я 80 часов вот сидел в этом классе. И я хочу сказать, что он так не спеша, не спеша. И начал с самого начала, исходя из того, что люди кодирования не знают никакого. И он дошел до очень приличного уровня в конце. И там не было именно студентов, да? То есть, там другие люди пришли с индустрии, там еще что-то. Там несколько было студентов. Ну, парочка. А, кстати, из них кто-то пошел в автоматизацию, нет? Да. Из студентов тоже был, да? Да, там несколько человек нашли. Несколько они, когда пришли к Славе в класс, но им так повезло, что они пошли в компанию и смогли это пользоваться. Но класс этот замечательный. Там просто было несколько наших сотрудников, которые вообще никогда не касались программирования, которые на сегодняшний день, в общем-то, могут кое-что сделать и совсем неплохо. Да, да. Поэтому этот класс очень хороший. Дело в том, что Слава, ну, первое, он, конечно, когда приехал, он учился тоже у нас в школе, но у него компьютер-сайенс, и он учит очень хорошо. У него очень хорошие слайды, у него идет одно за другим, причем слайды такие, которые последовательность их дает тебе возможность всегда вернуться и сделать, если ты что-то не понимаешь. Ничего лишнего, их не больше, чем они должны быть. И курс этот очень-очень хороший. Ну, я как методист могу сказать, что методически выстроено бесподобно. То есть мне иногда даже вот, ну, можно сказать, что я продвинутый студент, но мне иногда казалось, что можно было бы и побыстрее двигаться. Но мы вот сидели, обсуждали, я просто там, ребята нас слушают, они не знают. Мы сидели и обсуждали, что мы на самом деле хотим, чтобы наши студенты брали этот класс тоже. Он вечером идет. Конечно. И мы даже говорим, ну, хорошо, там, пусть они платят полцены, и мы на этом не зарабатываем практически, но мы не теряем, нам не в убыток. Но пусть бы они за эти полцены брали, мы бы тогда их устраивали лучше. И часто бывает, что компания приходит, говорит, мы бы взяли там пять человек, а они берут ни одного или берут одного. Ну, бывает, ну, не часто, но такое тоже бывает. Но бывает и такое, что компания взяла кого-то одного. Вот у меня сейчас есть там одна компания, и она потом приходит еще раз и еще раз. У меня есть Human Resource Director, очень такой хорошая компания. И он мне сказал, София, мне в тысячу раз легче позвонить тебе, чем получить 200 резюме. Так он наших же получит. Конечно, но он знает, а здесь он получает, может быть, с другой стороны, но он получает пять. И он обычно, вот недавно он проинтервьюровал пятерых человек, он двоих взял на хорошие деньги, ничего не проверяя, ни бэкграунд. То есть он увидел, потому что тот, кого он взял первого, себя зарекомендовал. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы наши студенты брали классы, и чтобы они все-таки занимались очень серьезно, чтобы они прокладывали дорогу следующим. Это то, на чем, в общем-то, и связи. Репутация на этом стоит, конечно. Репутация, да, и это очень важно. И, ну, как я говорю, что у каждого человека есть своя компания. Главное ему хотеть и иметь терпение. А вот такой вопрос. С точки зрения возрастной, да, все-таки мы понимаем, что те, кто молоденькие, это немножко другая ниша на рынке. Это легче. Это легче, да. И если менеджера 27, понимаете, того, кому 50, он как-то даже не понимает. Но, тем не менее, насколько вот коррелирует возраст с этим делом? Есть какой-то запредельный возраст, когда лучше, ну, не подвергаясь я к такому стрессу? Конечно, ну, вы такое меня спрашиваете, что я даже боюсь говориться. Мы все это знаем. Но, конечно, есть. Хай-теки есть больше, чем везде. Начиная с какого возраста уже… Все зависит от того, как ты выглядишь. Это первое. И второе, если ты, ну, все-таки уже ближе к 50, ты должен… Ты не можешь пойти на entry-level позицию, на самую начальную, потому что тебя мало, вероятно, кто возьмет. У тебя должно быть что-то за спиной. Ты должен уже быть значительно круче, чем дети, которые понимают, что у них, как говорится, все впереди. И которые берут за потенциал. Да. Поэтому ты должен что-то дать такое, чтобы тебя захотели взять. С точки зрения… Это нелегко. С точки зрения того, что выиграл человек в лотерею и хочет сразу к нам в школу. У нас есть такие, у нас их мало, но есть. Вот, допустим, вчера с самолета и прямо к нам. Ну, я бы посоветовала, например, все-таки покрутиться, понять, что такое американская жизнь. Даже пойти куда-то в… ну, куда угодно, security-офицером. Я не знаю… Потом английского не наберешься. Нет, ну, все-таки, если ты в большом шоппинг-центре, ты разговариваешь, что-то понять. Ну, и есть такие вещи, которые нужно здесь пожить, чтобы понять, как улыбаться. Как прийти на интервью, как себя вести, как захотеть, чтобы тебя люди взяли. Мы же с этим… ну, может быть, сейчас немножечко по-другому. И то я вижу, ребята, которые к нам приезжают, все-таки мало у кого это есть. То есть надо играть в игру, которая… ну, которая даст себе возможность найти работу. Я бы сказал, что те, кто там из Москвы, из Питера, из больших городов, они уже школу прошли какую-то. Да, может быть, они поездили, они… Да. И ничего в этом нет зазорного. Я хочу сказать, что когда мы приехали, я тоже понятия не имела, как себя вести, что делать, как найти работу. Но к этому надо все-таки немножко привыкнуть и, по крайней мере, прислушаться, ну, что я могу сказать, что многие приходят к нам в школу, приезжают и думают, ну, я пойду своим путем, я знаю лучше. Это самый неправильный путь, потому что то, что делает Портнов на протяжении 25 лет, наверное, у него больше опыта. И поэтому люди, которые слушают, им всегда легче, мне кажется, добиться всего. Спасибо. Я понял, что вы сказали. И я… у меня такое отношение к этому. Значит, первое отношение, что… чем мы кардинально отличаемся, там, скажем, от City College. Вот нам часто говорят, что City College там дешевле, хотя еще дешевле там на YouTube бесплатно послушать. Но кардинально мы отличаемся видением. Да. Поэтому ты можешь приехать и сказать, а у меня свое видение, и я скажу, что ты попал. Потому что с твоим видением, по сравнению, скажем, с нашим, да, я бы лучше сказал, что ты пользуешься нашим, если ты уже к нам пришел и деньги платишь и так далее. Ты в тысячу раз эффективнее все это пройдешь, пока попользуешься нашим. Ну, хотя бы первую работу получи с нашим, а дальше уже там чури сколько хочешь. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще аспект. Значит, если человек к нам приходит, и у нас есть какие-то ресурсы, и вдруг выясняется, что мы не можем дать ему эти ресурсы, потому что он с нами не сотрудничает. Он говорит, у меня свой путь, вы мне туда, вы мне сюда. То есть каждый раз, когда ты начинаешь ему помогать, ты приносишь ущерб себе и отношениям с другими людьми, которые подключаются к этому, ко всему. А он вне системы, он не с тобой, он сам по себе. Понимаете? Получается, что ему помочь уже нельзя. Даже там, где вы могли бы сделать очень существенный, так сказать, да, такой сдвиг в хорошую сторону, мы не можем, потому что он, мы не можем сами, это надо вместе делать. Абсолютно. Абсолютно. Недавно вот был случай, у нас есть молодой совсем мальчик, ну он просто мальчишка после школы. Он толковый и его хотели взять в компанию, где можно очень многому научиться, стать automation инженером и заниматься автоматизацией. И после этой компании все, кто там был, нашли очень хорошую работу. За сотню. Да, его брали, но он решил, что ему лучше пойти там, где его друзья, и это близко, и это не надо тратить время на дорогу. Ну, я его очень уговаривала, но он все-таки сказал, нет, я вас прошу. И он пошел туда, куда он решил, что сделал совершенно неправильно. Но... Чем кончилось? Нет, но он только начал. То есть, Бог ему в помощь, и дай Бог, чтобы все у него получилось. То есть, но мне кажется, что он себя немножечко затормозил. Конечно, он молодой, у него все впереди, но если бы он послушался, наверное, ему бы было легче все-таки и показать, на что он способен. Ну... Он покажет, но это не будет настолько быстро, как могло бы быть. Ну, скажем так, у того камня, где было написано, налево пойдешь, направо пойдешь, еще куда-то пойдешь, он решил пойти не той дорогой, которая... Да, он немножко свернул. Он немножко свернул, он... Оптимально выводит на одну цель. Да, он придет. Потом это как... Навигейшн... Подмена цели. Кстати, у него не было цели, как можно скорее подняться по ступеньке профессионального роста, у него на первый план вышли цели вторичные. Там друзья, там ближе к дому, там чего-то еще. И он абсолютно четко идет к своим целям, которые просто не наши цели. Мы в этом не видим никакой цели. Так же, как есть люди, которые говорят, а я хочу, чтобы интерншип был платным. Да, нам не жалко. Конечно. Ну, пройди интервью, как минимум, потому что все, что тебе не дает. Ну, иногда бывает бесплатное интервью. У нас есть очень многие такие бесплатные интерншипы, где после двух месяцев люди идут на 45, ну, идут на нормальные, хорошие деньги. Доллар в час. Да, потому что их учат, и они получают оттуда значительно больше, чем тебе 15 долларов, и ты вводишь информацию, и ты тестируешь просто веб-сайт, и все, и больше ничего. Ну, правильно, но вторичная, третичная цель выходит на первый план, значит, соответственно, убивается цель долгосрочная и большая, и в итоге он и 15 долларов имеет, а дальше непонятно что. Конечно. Ну, хорошо, я просто пытаюсь закончить на полезном каком-то таком выводе. Значит, все-таки, если человек к нам планирует, то кроме английского, который за него никто не выучит. Никто, и, ну, как мы считаем, и люди говорят, что в Америке английский – это не профессия. Но если еще и английского нет, то очень тяжело показать даже, что ты… А если еще машину не водит и, допустим, компьютер первый раз видит, то тогда уже… Тогда нечего просто приходить, потому что все равно miracle не произойдет. Все в руках тех, кто приходит в школу. Значит, все-таки английский само собой и… И знания хотя бы… Технические знания. Все, что можно подучить по поводу, скажем, какого-нибудь Python, да, попроще. Абсолютно. Python. Не надо даже Java, ну, хотя бы Python, любой язык. Python попроще. И Python, да, как там говорят наши соотечественники. И, конечно, вот разметка страницы. Вот я, как человек, отсидевший свое на курсе по автоматизации, хотел бы сказать, что разметка странички – это очень-очень важно. А так, наверное, и все. Но рынок хороший, жить можно? Да. Рынок хороший. Практически все, кто ищут работу, и кто не сдается, его находят. Все-таки надо иметь какое-то упорство. Да, как я, я не знаю, как это даже по-русски говорят, надо гац иметь, да, иметь, как это сказать, иметь, ну, что-то такое… Дерзать надо. Дерзать, да. Иметь, не говорить, я не могу, не сдаваться. Не сдаваться. Говорить, я смогу. Взялся, значит, тащишь. Это правда. Я недавно делал видео, которое называется так, типа, что те, кто сошел с дистанции, там, не стали чемпионами. Ну что же, хорошо, кстати. Всегда легче винить кого-то вокруг, а не себя. Да. Поэтому, если человек действительно дерзает и хочет добиться, он может в Америке, то есть, все возможно. Особенно, если ты уедешь из Калифорнии, можно через 3-4 года, трудно в это поверить. Да. У меня есть дом на берегу, там, 3100 стверфит, как ребята сказали, сегодня приходящие в гости. Да. В Тихасе они где-то живут. Да. И он один работает, замечательная семья, ребенок, и все хорошо. Две машины, и это не сказка. О нет, это более… и музыкант. Да. Может быть, еще вечерами немножко играет. Ну, это ему уже не надо, он все в профессию, все в свободное время. Да. Хорошо. Ладно, спасибо большое. И так, давайте, кто к нам собирается, значит… Приезжайте подготовлены. Да. У нас есть бланк. Уб metabolic. Редактор субтитров А.Семкин